Добрый вечер, уважаемые коллеги! Завершился матч 1-32 финала Олимп Кубка России по футболу. Владимирская торпеда на своем поле уступила футбольному клубу Олимпийск Нижний Новгород. Наставник команды победителей Николай Николаевич Писарев. Николай Николаевич, поздравления и Ваш комментарий по сегодняшнему матчу. Первое, хочется поблагодарить и хозяев за хорошую атмосферу футбольную. Действительно, на Вашем стадионе приятно играть, хорошее поле и публика. Которое, видно, что любит, разбирается в футболе. Ну и достойный соперник. Нам было очень тяжело, и мы ждали этого, мы изучали соперника. Поэтому тем ценнее победа. Ваш вопрос, коллеги? Николай Николаевич, губернин 33, Максим Палагин. Сравните уровень команды 2-го дивизиона с представителями ФНЛ, с поставивами или чуть-чуть Ваши соперники в ФНЛ посильнее все-таки? Ну, Вы знаете, мы тоже знакомимся с ФНЛ по ходу. У нас очень много игроков, которые еще только набираются опыта в новом турнире. И могу сказать, что есть команды, которые действительно превосходят нас. Превосходят нас, наверное, в опыте прежде всего. Но я думаю, что команды ФНЛ, я уже говорил, они все проповедуют футбол более закрытый, чем, допустим, Ваша команда. Они даже дома, мы играли до Вас в Сибири, и они нам отдали сразу мяч, инициативу. И ждали наши ошибки. Таких команд достаточно ФНЛ. У Вас же команда, которая не боится идти вперед, оказывает давление на соперника, и это нравится зрителям. Поэтому я могу сказать, что сегодня я не то, что удивлен, но могу Вас поздравить с хорошей командой и с хорошей игрой. Спасибо. Какие задачи стоят перед Олимпийством на этом сезоне? Побежать в каждом матче. У нас нет задач выхода, да, но есть задача где-то в середине таблицы находиться. Победу в каждом матче, пожалуйста, так. Да, Николай Павлович, удавалось ли когда-нибудь за Вашу карьеру видеть и футбол, и концерт в одной спортивной части? Ну, это да, впервые, наверное, но может, когда-то и был, но я не помню. Но это немножко, на мой взгляд, это трудно себе представить, допустим, в чемпионате Англии или Германии. Там настолько этот турнир организован в плане каждая минута, каждая секунда, такого не может быть. Но у нас такие накладки, не знаю, наверное, это неправильно, но народу, по-моему, понравилось. Еще вопросы. Голубий Николаевич, можно спрогаинтересоваться, что Вы там так настойчиво объясняли то ли резервному арбитру, то ли недовольству этого высказания? Ну, потому что музыка это отвлекает, ты лишаешься непосредственно контакта с командой. Поэтому я сказал, что есть регламент, который наверняка не позволяет выступление, концертное, когда идет игра. Вот это все, и призывал обратиться. Пожалуй, на этом. Ваши были претензии по одной замену? Тоже срезервной была небольшая перепалочка, да? Ну, потому что наш игрок получает травму, я не видел момента, и мы остаемся в десятером. И как-то странно, надо смотреть повтор, в каком моменте получил травму наш игрок. Никак судья не прореагировал, мы в меньшинстве, а наш игрок получил повреждение носа, сотрясение мозга. Сейчас посмотрим этот футбол, надеюсь, что с ним будет все нормально. Еще вопрос, коллеги. Николай Николаевич, сегодня вышли впервые в этом сезоне Бородько, Жигалов, Маликов. Довольны ли вы игроком молодежи? Да, доволен. И надо было уже когда-то начинать и смотреть молодых ребят. Тот же Жигалов, это Нижегородец наш, и, наверное, это приятно нам, нашим болельщикам, потому что это свой, свой воспитанник местный. Ну и Бородько, тоже мы должны были дать ему возможность понюхать пороха и проверить его. Сегодня молодцов, Маликов тоже сколько мог сыграл. Спасибо. Следующий вопрос. Все, желаю вам удачи. Продолжение следует...